Всем привет! Сегодняшнее видео это маленький кусочек лекции, которую я подготовила для фестивалей в этом году. Она посвящена визуальным особенностям в комиксах. Обычно я за несколько недель публикую информацию о том, где я буду участвовать и что именно я там буду делать. Поэтому, если вы подписаны на мою группу ВКонтакте и Инстаграм, то вы не должны ничего пропустить. Еще то же самое я пишу в сообществе тут на канале. Так что заглядывайте туда тоже, если хотите узнать о фестивалях и предстоящих мероприятиях. Визуальные особенности в комиксах. Все началось в октябре прошлого года. Рисовательный челлендж, который я веду, был совмещен с Inktober. Очень давно хотела порисовать этот челлендж именно по официальному списку. 1 октября, увидев темы, я решила, что ладно, буду рисовать что-то похожее на комикс. Я еще совсем не понимала, как это будет выглядеть, как это вообще может выглядеть и что из этого получится. Первую картинку я даже не в той гамме нарисовала, которую потом использовала. Она была фиолетовой. А я в процессе отказалась от фиолетового и перешла на желтый. Итак, закончился октябрь, прошел 31 день, и в течение каждого из этих дней, конечно же с пропусками и недорисовками, у меня появилось некоторое количество работ. Я просто помещала своих героев, которых придумала в первый же день, в разные ситуации, которые диктовал мне список тем. Я не понимала, как это все закончится, куда это движется и как это будет выглядеть. Я просто рисовала каждый день то, что мне хотелось, то, что мне приходило в голову. И как тихие комиксы, это, конечно же, очень сложно воспринимать, потому что ты просто не понимаешь, что происходит из-за нехватки каких-то кадров и фреймов. У тебя просто не складывается история. Ты видишь набор картинок. Вообще, это был офигенный опыт, потому что именно рисуя эти иллюстрации, я поняла, что это чисто моя тема. Я наконец-таки нашла тот формат комиксов, который мне по-настоящему интересен. Комиксы без слов. Silent Comics. Тихие комиксы. Мне очень понравилась идея повествования через картинки, не используя никаких описаний, фраз, закатрового голоса. Короче, полное отсутствие букв и слов. Прошло много времени до того момента, как я освободилась от рабочих проектов, от всяких горящих сроков и заказов. И это была уже весна. И где-то в это время я наткнулась на постик от Лины Рорич с тем, что начинается второй раунд пинка-портфолио. В этот раз этот проект посвящен комиксам. Ну, тут, конечно же, все сложилось. Мое желание порисовать комиксы и возможность получить кайфовый опыт, фидбэк. Ну и вообще, когда тебя кто-то пинает и управляет тобой, работа идет быстрее. По крайней мере, со мной это работает на все 100%, поэтому я с удовольствием участвую в разных проектах, челленджах и прочем. К старту пинка у меня были какие-то наработки, в основном в голове, которые я наконец-таки могла реализовать. Мне очень хотелось сделать сборник. Сборник, в который будет входить несколько историй. Это будут коротенькие истории, которые не будут связаны между собой сюжетом. И каждая из этих историй будет выполнена в разной графике, в разных материалах. Так как это был мой первый опыт рассказывания подобной истории в формате тихого комикса, я решила, что я буду работать с тем, что мне понятно, буду использовать те приемы, которые использую обычно в иллюстрациях и других проектах. Разберем самую первую историю, самую первую книжку. Мне хотелось сделать очень интересную обложку, очень интересное оформление, поэтому я старалась выкладываться по полной и продумывать каждую иллюстрацию, каждую деталь. Первая визуальная особенность, которую я использовала во всех комиксах, это цвет. В первом комиксе цвет сработал следующим образом. Я выбрала два контрастных цвета, которые отлично отображали настроение и характер персонажей. Злых персонажей я покрасила в темный, в черный, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что они несут какую-то угрозу, какое-то зло. А пушистых, милых и добрых персонажей я покрасила в белый цвет. В этой истории три типа персонажей. Это лучники, волки, которые являются транспортом для этих самых лучников, и лисицы. Рисуя, разрабатывая этих персонажей, я ориентировалась на их силуэты. Для меня было очень важно, чтобы визуально они отличались, когда они показаны в очень маленьком формате или выглядят просто как тень или пятно на картинке. Лучники имеют разные типы стрел, разные прически, разную одежду. Но при этом они выглядят как персонажи одного типа. Первый разворот истории выполнен в холодном, приятном цвете, не агрессивном. Я его заканчиваю последним фреймом, который выглядит так, что смотря на него ты понимаешь, что сейчас начнется какой-то пипец. Этот разворот — это подготовка к следующим событиям. Он уже имеет другую цветовую окраску. Он драматичный, он пугающий, он неприятный, он раздражающий глаз. Страница с летящими стрелами разбита на три фрейма. Первый фрейм является одновременно и фоном страницы и фреймом, потому что не имеет никаких рамок, никаких границ. Это сделано специально, потому что я не хотела, чтобы у этих стрел были какие-то границы. Они летят в разных направлениях. А вот лисиц мне захотелось поместить в какую-то рамку, чтобы показать их отчаянное положение. В первом фрейме я показываю прилет стрел. Лисы максимально близко находятся друг к другу, начинается какая-то паника. И потом уже показываю более крупно мордочки нескольких лисиц, в которых уже летят стрелы. И противоположную страницу этого разворота занимают лучники. Я решила не чередовать эти фреймы, а выделить для событий с каждой стороны по отдельной странице. И при этом соединить их одним разворотом. Как бы, что происходит на одном берегу, и что происходит на противоположном. Сначала это были фреймы с одним и тем же лучником. Я решила просто выцепить кого-то одного и показать максимально детально его действия. Но потом я подумала, у меня же есть три персонажа, и я могу показать действия каждого. И показать их максимально крупно и с разных ракурсов. Это будет более интересно, более живо. Но при этом я помнила про направления. Для меня это было супер важно. И я направила их всех в сторону соседней страницы. Как бы они смотрят на лисиц. И все стрелы летят в ту сторону. Тут как раз четко можно разглядеть, что у каждого лучника свой набор стрел. Они отличаются наконечниками. И вот эта идея дальше мне очень сильно помогла. Я покажу этот кусочек, где это сработало. Я не стала ждать, а решила сразу показать действие. И мне хотелось сделать это действие максимально динамичным, со всех ракурсов. Но иллюстрация это не кино, это не видео. Ты можешь показать только какой-то один момент. И первоначально эта страница выглядела, как убегающие лисики от шквала стрел. Мне показалось этого мало. Я решила, что если я добавлю фреймы с лучниками, то динамики прибавятся. Я еще добавила тут разные полоски, дымки, которые задали движение. Мы, находясь на плоской странице книги, видим все с разных точек зрения, с разных двух локаций. И понимаем, что в данный момент делает каждый персонаж. И в процессе появилась еще одна неплохая идея. И так у каждого лучника появились на лице узоры, которые соответствовали узорам их псов. На эту идею меня потолкнул Властелин колец. Может быть, помните такой фрагмент, когда Саруман ходил и помечал всех своих орков белой дланью. Я подумала, ммм, неплохая идея. Нужно ее как-то трансформировать под мою историю. Говоря про визуальные особенности, не могу не упомянуть про такую деталь, как разные дымки. Я называю это дымками. Я безумно люблю этот элемент, и мне кажется, в какой-то степени он уже стал неотъемлемой частью многих моих иллюстраций. И тут я его использую не только с целью украшательства, но и с целью показать направление. Мне очень нравится, что этот дым задает направление для взгляда, делает акценты определенные, куда нужно посмотреть и что нужно заметить. Он также помогает мне совершать некоторые волшебные действия, например, появление платья, а еще помогает сделать волков более устрашающими и показать направление их взглядов. Следующая штука, которую мне очень хотелось использовать, это свет, контрастное, драматическое, тяжелое освещение. Я добавляла различные вспышки света, либо очень глубокие тени, либо погружала лица персонажей полностью в тень. Мне очень нравилось играть с освещением. И как раз в тихих комиксах цвет и свет — это те штуки, которые заменяют слова. Если ты хочешь показать какие-то крики, эмоции, какой-то надрыв или убийство, ты используешь определенный цвет и расставляешь определенным образом свет. Так как эта история не имеет никакого сопроводительного текста, никаких пояснений, никаких диалогов, мне хотелось в некоторых моментах как бы остановить камеру, остановить происходящее и сделать акцент на каком-то событии. Тут фреймы расположены таким образом не случайно. Не случайно в этой части страницы изображены ветки, мышки и стрелы. Мне хотелось показать, что все, это как бы граница. И это действительно получилось границей и визуальной, и границей в самой истории, потому что мои персонажи разделены между собой пространством, которое они не могут преодолеть. Лисы находятся на одной части огромной горы, а лучники на другой. Я показала крупно кусочек холма, на котором находится в данный момент девушка-лисица. И так как у лучника закончили стрелы, то он больше не опасен для нее, она может спокойно скрыться. Я решила, что добавлю в первую книжку дополнительные материалы. Таким образом, обложка превратилась в раскладывающуюся обложку-конверт. Я поместила внутрь этой обложки два листа с раскрасками. Мне хотелось, чтобы все книжечки выглядели как разные выпуски какого-то одного проекта, как обычно делают комиксы, которые имеют несколько номеров. И в этом мне помогла идея сделать названия перекликающимися, смежными. Все названия имеют общую структуру. Это два каких-то слова, которые рассказывают нам о чем история, соединенные союзом И. Еще я решила не менять формат самих книжечек, то есть они все одинаковые по размеру. Следующая деталь, над которой мне очень хотелось поработать, это что-то типа описания или краткого содержания, но я не могла придумать, как же это все можно показать классно. И потом я вспомнила про всякие предусловия в разных книгах и решила, что мне достаточно просто выбрать какую-то фразу, которая будет точно описывать содержание моей истории. И так я поступила с каждым из комиксов. Я нашла по одной фразе, которые отлично описывают содержание. После охоты история возвращается в свой привычный цвет, в тот цвет, с которого все начиналось, холодный синий. Основная идея, которая осталась со мной после работы над этой историей, это то, что ваши любимые приемы, детали, какие-то особенные элементы вашего стиля, иллюстраций могут и должны появляться в ваших историях, в ваших комиксах. Расскажу про Перья стрел, как обещала, и перейдем ко второй истории. Мне было очень важно выделить двух персонажей и показать противостояние между ними, потому что это лучше читается, это более понятно, ты как-то легче можешь это все воспринимать и просоцировать с собой. Я нарисовала целый разбород противостояния между лисиком и лучником. Представляете, если бы я показывала тут толпу лисиц, которые смотрят на толпу лучников, ну ладно, на трех лучников и их трех волков, это не было бы так прикольно. Поэтому я решила найти какой-то элемент, который мне в этом поможет. И этим элементом оказались стрелы. Вот этот вот кадр со стрелой, мне кажется, объясняет все. Сразу понятно, кому первому отрубят голову, кому первому стоит опасаться. Перейдем ко второй истории. Она называется «Хвост и ноги» и рассказывает историю одной русалки. Мне хотелось найти материал, который передаст всю эту водную атмосферу, всю эту водную историю. Большинство событий происходит именно в воде, под водой. Хотелось, чтобы я легко могла показывать водные переходы, свет, чтобы через выбранные мной инструменты визуализации было понятно, что это вода. Тут мне пригодились маркеры. Но я рисовала маркерами не так, как обычно принято, а очень акварельно, очень живописно. И благодаря этому приему удалось передать вот эту тягучесть, плывучесть, само ощущение того, что история происходит под водой. Всегда уделяйте внимание и продумывайте то, как будет показана ваша история. Потому что выбранная стилистика, выбранная визуализация, подача и материал могут рассказать ее еще лучше. Все штуки, которые я открыла в реализации первой истории, я использовала и тут тоже. И если до этого движение было исключительно визуальным, то есть оно никак не толкало сюжет, никак не помогало рассказать мне историю, никак не характеризовало персонажей. Оно просто помогало зрителю посмотреть в определенную сторону, туда, куда я хотела, чтобы он посмотрел. То теперь я решила, что в водной истории, в морской истории движение воды, движение волн может помочь мне рассказать историю и рассказать о каждом персонаже. История начинается с путешествия, и как раз эта идея использована в этом развороте. Я нарисовала огромную волну, и вот эти фреймы, которые вы видите в печатной готовой книге, это четыре страницы. То есть это разворот, который сложен таким образом, что ты его раскрываешь. У тебя появляются сначала две страницы, потом ты их раскрываешь, и у тебя появляются еще две страницы. Он огромный. Это как бы поглощает тебя, затягивает, затаскивает, уносит под воду. Я хотела такого эффекта от живой книги. В каждом фрейме я изобразила по морскому чудовищу, и они гораздо больше, чем эта маленькая лодочка с путешественником. Но они все благосклонно к нему относятся. Кто-то заслоняет от него солнце, кто-то помогает быстрее двигаться по волнам, кто-то просто своей ластой указывает направление, по которому можно безопасно плыть. И вот эта волна, которая задает движение, параллельно рассказывает историю. Мой путешественник вплывает сначала в один фрейм, в одну ситуацию, потом во вторую, в третью и так далее. И я решила, что бесконечно я не могу продолжать эту волну, поэтому нужно переходить на другой план. Но я не стала ее обрывать, а продолжила, но только теперь мы видим всю картинку не издалека, а с другого ракурса. Мы находимся теперь гораздо ближе. И после того, как я поняла, как это работает, я с удовольствием использовала этот прием и дальше. И эта волна еще появится, но будет уже рассказывать о других событиях. В этих кусочках показан другой прием работы с движением. Я чуть позже расскажу, откуда я его взяла, как он появился. Сейчас хочу поговорить именно о том, как подобная раскадровка, медленная, работает в этой истории. С помощью этих порезанных кадров я показываю тяжесть подъема русалки. Она не каждый день пользуется своими ногами, поэтому ей достаточно сложно сразу встать и пойти. Она как бы учится ими пользоваться каждый раз, как только они у нее снова появляются. И то же самое я проделала в обратную сторону, когда она лишается своих ног. Мне нужно было показать в первую очередь то, что это магия. Действие волшебства закончилось, ноги уходят, возвращается хвост. Следующими кадрами мне хотелось показать тяжесть ее мыслей, то, что ей совсем не нравится быть русалкой. Она каждый раз должна убивать людей, чтобы на короткое время обрести те самые ноги. И таких приемов с замедленной раскадровкой и какими-то акцентами в этом комиксе несколько. Я поняла, что эти фреймы помогают растянуть события по времени. Ты делаешь акцент на этом, ты показываешь какие-то эмоции, переживания, либо движение времени. Можно было бы показать все в два кадра. Лодка, в которой плывет русалка, и потом она уже идет по берегу, а лодка остается где-то позади. Но в этой истории мне нужно было сделать акцент на то, что это не так просто встать и пойти, а эта последовательная раскадровка затяжная мне помогла этого добиться. Если в первой истории я использовала активно цвет и драматическое освещение, какие-то глубокие тени, то в этой истории таких приемов можно насчитать пару. Я решила, что тут я буду драматичность показывать за счет сюжета, не за счет визуальных приемов. Ну, ими я тоже немного пользовалась. Я хотела, чтобы зрителю было жаль парня, который отправляется в путешествие и которого убивает русалка. Если бы я начала свою историю с самого правого кадра, то мы бы ничего о нем не знали, мы бы ему не сопереживали, потому что мы не понимаем, с кем он живет, где он живет. А так я вставляю кадр и показываю, что он не одинок, его кто-то провожает в это путешествие. То есть, если он не вернется, то как минимум два существа, пес и дед, будут сожалеть о том, что он не вернулся, с ним что-то произошло. Вот это вот маленькое включение добавило совсем другое настроение. Что я говорила про драматическое освещение и всякие визуальные приемы нагнетения, ужаса и страха. Вот в этом развороте я это использовала. Тут изображены воспоминания русалки о тех людях, которых она за всю свою жизнь успела погубить. Я специально не выделяла парня, которого вы видели среди всех этих портретов, среди всех этих воспоминаний, потому что я хотела бы показать, что история не про него. Он не важен. Он не важен так же, как и все эти персонажи, потому что я могла его заменить на любого из них. История о русалке, о ее проблемах, о ее жизни. Он является персонажем, который помогает мне раскрыть другого персонажа. Он помогает завязать историю. В истории про русалку я сделала акцент на том, что расскажу вам, откуда взялась эта идея много кадриков. На тот момент, когда я работала над своей историей про русалку, я получила заказ на рисовку комикса. И там я работала просто как иллюстратор. Я не являлась автором этой истории. И когда я прочла сценарий, мне показалось, что некоторые кадры были таким образом описаны, что у меня сразу родились картинки медленного кадрирования. Мне хотелось показать бег, прыжки, удары, кувырки и так далее. И я поняла, что это все можно показать с помощью нескольких кадров. Если герой должен пройти какое-то расстояние, то пусть он идет от левого края страницы до правого. Или если ему нужно куда-то прыгнуть, то пусть он долго прыгает в несколько кадров. И то же самое касается других действий. Этот прием мне очень понравился. Так как я на тот момент работала еще и над своим комиксом про русалку, я подумала, что а тут это тоже будет все хорошо смотреться. Поэтому немножко начала добавлять и туда тоже такие штуки. На третьей истории я работала так, что у меня уже появилась картинка в голове. То есть я четко представляла, как я хочу видеть оформление всей этой истории. Я представляла, что все будет в таких кадрах движения. И вот эта идея и желание порисовать все именно таким образом наложилась на другой проект. Я сейчас работаю над книгой, которая называется «300 персонажей». Это не комикс. Это, можно сказать, обучающая литература о том, как рисовать персонажей. И часть материала, часть иллюстраций выглядит, как крошечные картиночки. И для книги это было необходимо, потому что на примере таких маленьких изображений я показываю, как работать с деталями и элементами. Если персонаж маленький, то ты максимально чистишь его. Тут не должно быть никаких лишних деталей, иначе он не прочитается. И это все меня так увлекло и очень вдохновляло, что я решила, что я хочу и эту штуку тоже применить. Так появилась идея для визуализации третьей истории. То есть, если в первой истории я работала с светом и цветом, для меня это было важно, во второй был важен материал, который мог передать воду, то в третьей это такая визуализация, которая передаст течение времени и движение. И когда я приступила к первым наброскам, я поняла, что я выбрала супер правильный масштаб. Вот эта вот вся мелкотня очень сильно облегчила задачу и работу над этой историей, потому что приходилось рисовать колоссальное количество кадров с движением, и если бы это все выглядело как, например, в истории про русалку, во-первых, это бы не смотрелось так хорошо и четко, во-вторых, я бы до сих пор рисовала эту историю. В этой истории несколько ключевых и значимых персонажей, но они все появляются только для того, чтобы помочь главному герою. Они необходимы по сюжету, но по сути они не являются главными для самой истории, просто их изображений много, их можно встретить почти в каждом фрейме. Я сделаю акцент только на главном персонаже, на его дизайне и его взаимодействии с другими персонажами. Тут я показываю большое путешествие, и в каждом фрейме мой персонажик встречает каких-то существ и каким-то образом с ними общается. Я решаю это по-разному. Где-то двигаются существа слева направо, либо они двигаются сверху вниз. И это движение направлено вперед, оно направлено на то, что нужно перевернуть страницу. Когда путешествие под конец истории разворачивается и направляется в другую сторону, все движение героев переходит справа налево. То есть они как бы идут домой от первоначальной цели. Вообще, эту историю я решила красить. Но я расскажу, как это было работать с черным и белым. Долгое время потратила на то, чтобы разобраться, как же делаю такие картинки. Как же сделать такую картинку, чтобы все классно читалось в таком маленьком формате, и чтобы ты понимал, где какой план. После перерисовки одних и тех же фреймов, я поняла, что самый классный прием это когда ты выбираешь какой-то объект, который ты делаешь черным. И лучше, если это будет либо много одинаковых объектов, например, деревья, либо какой-то очень большой объект по площади, например, небо или земля. Тогда темнота и пятно от этого большого пространства, либо от нескольких элементов, позволяет сделать видимым и понятным все остальное, что ты хочешь показать. Если я решалась в некоторых иллюстрациях добавить больше черного, то я делала это очень аккуратно. Например, если я хотела сделать еще и траву, помимо деревьев, черными, то я не красила всю траву в черный, а выделяла какие-то зоны, а все остальное оставляла белым. Но, повторюсь, я хочу, очень хочу покрасить эту историю. Думаю, что в цвете она все же будет эффектнее, но я попробовала поработать с этим, и можно поставить галочку «Идти дальше». Насчет дизайна персонажа. Я обычно работаю таким образом. Сразу после схемы истории до раскадровки я занимаюсь дизайном локаций и персонажей. Я не могу визуализировать дальше историю и расставлять все по кадрам, если я не знаю, как выглядят мои персонажи. Потому что все эти фреймы, их ракурсы, повороты зависят от того, как выглядят персонажи и локации. Тут я работала точно так же. Мне очень хотелось сделать моего персонажа очень сложным, красивым, чтобы у него была какая-то крутая шляпа и какое-то прикольное платье или костюм, какая-то сложная прическа. Но как только я поместила такого сложно детального персонажика в свою историю, я поняла, что тут это так не работает. Дизайн персонажа тут нужно делать внутри истории. Во-первых, потому что я рисую все в очень маленьком формате и у меня много повторных изображений. В одном фрейме персонаж может показаться несколько раз, потому что он идет. Так это должно было быть по моей задумке. После того, как я начала разрабатывать дизайн персонажа внутри истории, понимая, как это работает с окружением, с другими персонажами, все пошло очень четко и быстро. По итогу моя девочка обзавелась очень короткими волосами, высокими черными сапогами, простыми штанами и простым платьем. А, ну еще я ей сумку на плечо повесила, потому что она подобрела в путешествие с собой кучу всяких вещей, мне нужно было куда-то их обязательно поместить и у нее очень даже большая сумка. Так выглядит черновая раскадровка этой истории, сейчас я ее дорабатываю. Еще последняя достаточно забавная штука по поводу как раз этой девочки, этого персонажа, почти во всех фреймах я рисовала ее просто идущей либо просто стоящей, а потом события поменялись и действия поменялись, ей приходилось сидеть, прыгать, падать, кувыркаться, спускаться по лестницам, подниматься по лестницам, и я поняла, что я нарисовала очень высокие сапоги, они очень странно смотрятся и очень некрасиво, они визуально ломают ногу, непонятно, где колено, где штанина, и я перерисовала высоту сапог. Это еще одна штука относительно того, что здорово, что я поместила этого персонажа внутрь истории и работала над его внешним видом, учитывая все окружение и все детали этого комикса. Я хочу из всех этих трех примеров вывести один итог. То, что самое классное решение рождается в процессе. Ты не можешь в голове просчитать все сложности и все ходы. Как только ты приступаешь к работе, к первым скетчам, к рисовке персонажей, к разработке истории, к проработке сюжета, ты сталкиваешься с разными сложностями, с разными вопросами. Многие люди боятся начинать что-либо делать, особенно достаточно большие проекты, потому что их пугает то, что они задумали внутри себя, внутри своей головы, будет отличаться от того, что получится по итогу. Не нужно этого бояться, потому что процесс дает тебе решение, дает самые классные и правильные выходы. Невозможно повторить идею комикса из своей головы. Вы думаете, что я, когда приступала к любой из этих историй, я понимала, как они будут выглядеть? Нет, я вообще думала, что все будет по-другому. Но из-за того, что я давно перестала работать таким образом, то есть опираясь на какие-то неведомые, сказочные, прекрасные идеи, я не боюсь процесса. И так работают многие люди многих профессий в разных сферах, особенно в творческих. Ты не можешь выстроить свою историю так же, как ты не можешь выстроить свой день. Ты не знаешь, что с тобой произойдет. Так же тут ты не знаешь, какие вопросы и задачи тебе придется решать, что именно не будет работать. В нашей голове может зародиться только какая-то мысль, какой-то толчок, но реализовать ее можно только в процессе. Поэтому вдохновляйтесь своими идеями и задумками, слушайте их, но не привязывайтесь к ним. Идите дальше, идите за процессом. Очень надеюсь, что все, что я вам рассказала, все, чем я поделилась сегодня, было интересным, может быть, новым. Мне будет невероятно приятно узнать когда-нибудь, что я кого-то вдохновила или просто подпихнула решиться на создание своего комикса или какого-то другого проекта. Очень надеюсь, что все, что я говорила, вам было интересно и пригодится в каких-то проектах и работе. У меня на канале есть видео отдельные о каждой из этих историй. Я рассказывала, как я работала и над сюжетом, и над визуализацией, с какими проблемами я сталкивалась, как это все менялось и решалось по ходу. Если вам понравилась какая-то из моих историй и вам захотелось узнать о ней больше, то посмотрите видео. У меня есть патреон, где выложены все эти комиксы в формате pdf и также есть множество постов с процессом их создания и работы над ними. Буду очень рада новым патреончикам. Всем волшебной недели, классных идей и процессы, который их меняет только в лучшую сторону. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok